Продолжение следует... 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 Займите эти места. Я думаю, что можно постоять. А тех, кто участвует, ребята, давайте... Понял! Понял! Ребят, я думаю, кто не участвует, кто не слушает, как правильно делать. Я думаю, вы можете построиться и слушать, потому что там им будут объяснять. Строиться не нужно. Можно сесть комфортно, как угодно. Не надо нафигаться. Да, а мы постараемся... О, еще один момент, я забыл. Ребят, по ходу пьесы, пока мы все это рассказываем. Возьми какой-то вопрос, руку поднимите. Мы постараемся ответить на этот вопрос. И, пожалуйста, не стесняйтесь. Я еще раз пару слов скажу. Очень часто... Сейчас я буквально полгода назад был в Америке. Там возил сенейджера, там 14-15 лет. Мы провели две недели в Америке. Естественно, там ездили на тренировки, на игры, NBA, студенческие, детские игры. И, в конце концов, там от каждой страны было. Литва, Польша, мы, Грузия и так далее. По пять человек было. Прошло две недели. Полноценно прошло, увидели много. И собрали нас в Госдепартаменте США. И женщина задает вопрос. Ребята, что вы увидели в Америке? Что вам понравилось? Что не понравилось? Тут тишина. Никто ничего не сказал. Вот потому что то ли стесняются, то ли забиты. Не знаю почему. Вот я к чему это вспомнил. Вот сейчас мы все такие же, как вы. Вот все. Что-то непонятное. А почему здесь так нужно ставить или так нужно ставить? Вот надо понимать, что все мы здесь одинаковые. И еще один момент. Вот на меня тоже натолкнул на такую мысль. Вы понимаете? Когда занимаетесь спортом или баскетболом, это должен быть какой-то позитив и энтузиазм. Понимаете? Ну блин. С таким лицом. Ой, куда я пришел? С таким лицом. Да. Нет, связочным нужно быть. Но пока можно расслабиться и на каком-то позитиве продолжить тренировку. Просто нервничать. Да, хорошо. Хорошо. Я понимаю. Не каждый день бывает. Ну сейчас мы адаптируемся все равно. Штряхнемся. Продолжение все будет хорошо. Вот. И один тренер вот в этом выезде говорил. Тоже такой момент интересный. Я сейчас запрогнал уже все. Оно самого этого. Трейдер говорит вот тоже ребятам, когда с подобным выражением лица тренируется. Он говорит, я хочу получать удовольствие от работы. И говорит, если нет у тебя энтузиазма, если тебе тяжело что-то, есть такое выражение фейк энтузиазма. Обмани. Обмани меня. Прийти на тренировку. Тебе тяжело, но ты улыбни. Ты как-то подними голову. Не стыкай. И так далее. Так. Хорошо. Давайте мы сейчас. Давайте все вместе. Вот так вот. Знаете, кто-то это. Ой. Слышите. 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 Давайте сейчас вот потихонечку, ребята, чтобы много нам не бегать. Трустой. Вот. До штрафной и обратно. Ой. До середины и обратно. Вот. Да. Все смотрим на ноги. И вы пока бегайте. Помедленнее. Помедленнее. Девочки. Ребята. Помедленнее. Да. Хорошо. Хорошо. Слышим. Как звучат. Бежать. Хорошо. Стоп. Стоп. Хорошо. Так. Ребята. А сейчас постарайтесь лежать. Вот. Как пошли. Старайтесь. Бежать. Чтоб не было. На носочках это не. Я могу сказать. Ну давайте. Бежим. Постарайтесь. Задача. Бежать можно. Тише. Сейчас немножко. Видите. Начало более амортизироваться движение. Это значит. Мы чуть-чуть берем. Бережем свою пыль. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот. Чему я веду. Вот этот момент, когда мы бежим. И стараемся. Бежим. Ударяем пятками. Вот это вот. Естественно. Наша спина от этого всего страдает. Нам нужно следить. Чтобы пяткой мы не били. Не наступали пяткой впереди. На прямую ногу. Тут у нас ударяется. То есть позвоночник. И. Ну вообще-то вы люди сильные. Я думаю выдержите все. Но у кого-то где-то слабинка будет. И может быть здесь проблема. Так. Следующий момент. Вот. Вы сказали, что нужно бежать на носках. На носках это правильно. Ну вот пробежите на носках, пожалуйста. Сюда и обратно. О, вообще нет. Большинство неплохо. Большинство неплохо. Спасибо. Большинство неплохо. Люди бежали все правильно. Под себя ставили ногу мягенько. Уже знаем, что на пятки не бежим правильно. Уже ставим ногу на носок. Ну вот девушка делала вот такой момент. Понимаете? Вроде на носки. Что правильно? Мы, во-первых, останавливаем себя. Потому что, ну видите, мы стыкаем и не даем себе бежать. Это раз. Второе. На что нужно обратить внимание? Чтобы ноги не были ни сзади себя, ни впереди. Ну, впереди это я говорил. А сзади, чтобы вот это втыкание не было, тогда разогнаться невозможно. То есть следим два момента. Не втыкаем, не ставим на пятки. Ну и как же бежать? Самое главное бежим, стараемся наступить на вот эту подушечку. Прямо сверху под собой. Вот на эту подушечку. И мягенько вот так вот бежим. Ну давай пробежимся. Вперед. Хорошо. Сейчас ноги поднимаем и снираем. Сверху, сверху еще бежим. Давайте правильно кассируем. Сверху ставим и продолжаем. Продолжаем. Хорошо. Плотком не втыкаем. Сверху ставим. Плотком не втыкаем. Отлично. Ну вот так вот. Сейчас там останавливаемся. Ребята, это естественно нужно на каждого игрока обращать внимание. Это наша тренерская работа. И поэтому я хочу сказать, что даже, ну вот это уже для тренеров, мы все знаем. Делая одному замечание, сразу все включается и все понимают, как правильно нужно бежать. И со временем я убежден, что все будут бежать классно и красиво. Так. Пробег мы вот это определили. Давайте быстренько еще один момент, очень похожий с прыжком. Разберемся с прыжком. Давайте на этот, на этот, на этот. Давайте сейчас выпрыгните максимально вверх. И как можно выше, достаньте руками. И придем. Сейчас. Вверх нет? Да, да. Как можно выше. Да, да, да. Давай. Хорошо. Хорошо. Отлично. Вот сейчас давайте еще раз сделайте. Ну а все посмотрите, как мы делаем. Это все так делают, я убежден. Делаем. Еще один прыжок. Хорошо. Хорошо. Супер. Сейчас я просто хочу напомнить, что вы, может быть, знаете, это новость для вас, что прыгаем мы в основном спиной. Вы должны это предполагать. Тренируя спину и пресс. Естественно, ноги все знают правильно. Но основной высокий прыжок это спина и пресс. И поэтому вот сейчас вы делали практически вот так. И аккуратненько вы прыгаете. И причем кто-то делал вот такое движение. Для того, чтобы высоко прыгнуть. Ребят, нам нужно постараться зарядить спину. Наклониться немножко вверх вперед. Опустить руки, занести. И потом максимально вверх все выпадать. Понимаете? Почему я так делаю акцент на этом? Потому что вы намного будете выше прыгать. Не потому что вы, как сказать, будете качать спину и пресс. Вы это будете делать. Но самое главное, что вы будете понимать, что я прыгаю не только ногами. Я прыгаю руками. Я прыгаю спиной. Ну, соответственно, разгибает и прессит спина. И я прыгаю высоко. Оно немножко потренировать. Отложится. И все будет классно. И сейчас еще один момент. Давайте теперь все, зная, как правильно прыгать. Попробуем всем. Помогаем руками, помогаем спиной. И еще как можно выше выпадем. Хорошо. Ну, тоже один раз больше нормально. Вот, замах был отличный. Вот это что же надо. Мы как раз раз все заряжаем. И раз самое главное. И пресс. Так. Следующий момент. И тоже давайте быстренько вернемся. Только что прыгнули. Сейчас постарайтесь то же самое сделать. И приземлитесь точно так же, как кошка, как мы бегали. И постараться приземлились. Ок? Как можно тише. Хорошо. Ну, надо для того, чтобы прыгнуть. И ты не можешь. Вот так. Должен прыгнуть. И самортизировать. Давайте еще попробуем. Пора. Вот. Видите, дядя, вы почему-то как-то немножко склоны. Видите, я и Русс Геннадьса. Мне 40 лет. Вот. Ну, сейчас. Ладно. На этом мы разобрались больше и для вас. И для тренеров. Я так думаю. Кому-то напомню. Кому-то что-то новое. Сейчас еще один момент. С чего я начинал. Хочу вспомнить. Ну. Сейчас тренировал одного товарища. Он тоже иностранец. И он у меня задал один такой вопрос. Делаем разные упражнения, движения, фишки, там все такое. И он мне задал один вопрос. Говорит, а как мне поможет это в игре? Это упражнение. Вот я хочу посоветовать всем игрокам. В любом возрасте, любому тренеру. Задайте этот вопрос. Если вы выполняете какое-то упражнение, вы не понимаете, для чего это упражнение нужно. Нет смысла. Если вы не знаете, что я с этим упражнением пойду выше. Нет смысла делать это упражнение. Понимаете? А когда ты знаешь, ты сконцентрирован. Я делаю это так. Это правильно делаю. Вот так. И оно мне потом даст это упражнение какой-то результат. Так вот. Самый большой месседж из всего послания, из всего, что здесь происходит и будет происходить. Задавайте тренерам вопрос. Зачем мне нужно это упражнение? И пусть они мучаются, как ответ. Понятно? Хорошо. Давайте теперь, вот что касается динамической разминки. Давайте четыре человека. А вот четыре девочки. Восемь, десять, шесть, семь. Ага. Ну, может быть, вы ее разбираете. Тоже станьте по всей, как ее, ширине. Так. И теперь плоско вперед, так как они плоско. А девочки? Сзади. Вот. Не, на полплощадки не надо много бегать. Да. Окей. Сейчас будет... Сейчас, не знаю, знаете... Друг за другом станьте. Друг. Еще пошире там ничего, в лес не упадете. Нормально. Давай. Хорошо. Вот. Сейчас сделаем разминку. Я убежден. Все упражнения вы знаете. И всегда вы их делали. Но сейчас мы не будем лежать, а все это движение постараемся размяться. Вы... Мальчики начинают, а девочки все время передают пять и так волной меняются. Давай трустое на ту сторону. Да, да. Трустое. Трустое. Да. Мягенько. Не забываем. Красиво пиздым. Аккуратно. Сверху. Да. Пять. И вы туда пошли. Да. Трустое. Хорошо. Пять. И вы туда пошли. Хорошо. Сейчас давайте до меня идем потихоньку. Поднимаем выше и выше колени. Возле меня максимально высоко. Следим за этими девочками. Начинаем низко. Возле меня нужно максимально высоко сбег. Вздух. Хорошо. Не сходи. Смотрите, ручки работают. Что мы как роботы. Вот. Хорошо. Вперед назад. Можно. Давайте отдачу. Еще раз. Еще раз давай. Натягиваем. Следим, что начинаем. Продолжаем. Сорбите, ребята. Хорошо. Точно, точно. Секунду. Я, со стороны, наблюдал, как вы бегаете. В принципе, практически у всех бег неправильный. В основном, первое правило, когда вы делаете беговые упражнения, когда вы будете бегать на тренировке в игре, вы должны расслабить верху. Не будет, не будет. Вы все бежите как робот. Такое ощущение, что вы с гантелями бежите. Расслабьте плечи, расслабьте руки, расслабьте челюсть. У вас работает голова и ноги. Когда вы делаете беговые упражнения, вот сейчас, например, высокое поднимание бедра, то бежит в руках. То бежит в руках. Здесь идет правильная постановка. Колено вверх, корпус чуть наклонили, и на носочках вот эта работа идет. С руками. И опять не забываем, что руки, носы бедра плавлены. Идти в такс с ножами. Вот этого, по тем более такого бега нет. Есть взрывок вот такой бег. Понятно? Делайте ассе. Не торопитесь. У вас сейчас никто не бонит. Делайте качественно и напоминайте. Поехали. Хорошо. Давайте, ребят. Помним, помним. Ручками, ручками тоже помогаем. Вперед смотрим. Ведру тянем вверх. Сейчас подождите. Давай, давай, давай. Ладно. Еще раз делаем. Правильно, легко. Расслабьтесь. Ребята, расслабьтесь. Все красиво делаем. Хорошо. Вы подойдите сейчас. Хорошо. Еще. Еще. Вы все время начинаете. Ребята, сейчас на координацию. Одна нога. Поехали. Одна нога идет вперед. Немножко координации. Один шаг. Ну, координация где-то потерялась. Ничего, ничего. Помедленнее. Кто не получается, шаг, отвлока. Шаг, отвлока. Одна нога идет. Одна нога. Попробуйте, попробуйте. Да, да, да. Нужна координация, ребят. Нужно работать. Хорошо. Другую ногу попробуйте. Здесь в этом ничего нет страшного. Хорошо, хорошо. Старайся, старайся. Через шаг. Одну, одну ногу. Еще разок сделаем и переходим к другому. Хорошо. Хорошо. Одну. Вот. Супер, супер. И потихоньку стараемся. Все, хорошо. Ну, теперь тоже для координации. Попробуйте. Одна нога. Потом вторая. Это футбол. Все играли. Футбол. Широкое движение. Девочки тоже. Растягиваем. Девочки тоже должны. Ну, вот. Тут получше. Хорошо. Хорошо. Оп. Не-не-не. Отлично. Хорошо. Хорошо. Отлично. Тут нужно. Для всех. Для всех. Для всех. Ребят, мы должны. Мы баскетболисты. Должны уметь все. Это легкое упражнение на координацию. Просто каждый для себя там поработайте. Одной ногой. Второй ногой. Чтобы это развивалось. Сейчас. Давайте немножко представим, что у нас есть линия. И для того, чтобы развиваться. Через каждую линию ты не прыгаешь. Каждый раз. Со стороны в сторону. Делай в сторону. Поехали. Наоборот. Вот. Ох ты что. Осторожно. Осторожно. Вот. Девочки супер. Отлично. Да. Хорошо. Да. У него прямо. Да. Сейчас. Сейчас. Стоп, 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 стоп. Парни. Все это тоже. Это легкая разминка. Постараться. Все время переступаем. Вообразите себе линию. Все время переступаем линию. Легко продвигаемся вперед. Сейчас задача. Уже знаем, что делать. Постараться как можно меньше сидеть на земле. Постараться на прямых ногах. Как можно меньше сразу отстолкнулся. Все время летишь. Давай. Ну давай. Пробуем. Оп. Вот такая линия. Хорошо. Вот так вот. Сразу идет самама. Вот девочки супер, хорошо, отлично, давайте мы сделаем право, право, долго сидим, куда на пятки, на пятки не стоит, можно сомневаться, хорошо, теперь опять же эти разминошки, боксерское движение, парни должны знать, да, мы стоим, время атакуем, Нога здесь, не, 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 чтобы у нас была реакция, мы могли прыгнуть в разные стороны, стоим, оп, вперед, оп, вперед, 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 отлично, не торопитесь, ничего, ничего, девочки, боксеры, вот, супер, шестой номер, отлично, здесь восемь, Браво, 10 тоже, девочки, намного лучше делать, парни, ну, что, никто не задает вопрос, я сам себе задаю, для чего мы это делаем, для того, чтобы, думай, все время поменять, как, направление движения, понимаете, а мы сейчас просто разминаем, давай попробуем еще, чуть поглубже, делаем все супер, но поглубже сидим, оп, оп, браво, вперед, хорошо, 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 вперед, давай, парни, хорошо, парни, похоже, не дрались давно, не пускай, ушло в атаку, прыжочек в атаку, хорошо, давайте еще раз, делаем их, хорошо, вот, две ноги, две ноги вместе, две ноги вместе, раз, два, оп, раз, два, оп, Вот, супер, супер, торопиться никуда не надо, главное правильно делать, сейчас еще, еще говорю, это мы делаем, не только для того, чтобы менять направление, туда-сюда движение, Внимательно слушайте, вот, смотрите, когда мы, вот это мы делаем, для того, чтобы нам потом, и легко убрать, понимаете, оп, выпрыгнул и забил, я скоро забил, не раздался, Давай, давайте еще девочки, чуть поглубже, со сменой, вперед движемся, да, отлично, отлично, хорошо, хорошо, это нужно все время вот эти упражнения делать, я говорю, и игрокам, и фейнерам, потому что прыгать со своим весом мало не бывает, Алина, пока хватит, 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 давай, опять, немножко координации, представили, где у нас, так, линия, у кого есть линия, да, у кого есть, у кого нету, там, представили, или, так, пролом взяли, И постараться теперь перепрыгнуть, когда с лицом оказаться вокруг своей линии, хорошо, 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 я не знаю, давно, наверное, прыгали, или в баскетболе надо прыгать, в баскетболе невозможно, нужно все время прыгать, вот эти мелкие прыжки, постарайтесь взлетать немножко, ну, как-то, ну, есть такое дело, нужно подпрыгивать, Оп, постараться держать это, как сказать, именно полет какой-то, ты сейчас делаешь просто, давай, попробуй, все, вот, брав, как-то вверх можно, вверх тоже, полететь, хорошо, сейчас девочки точно, на две ноги, да, 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 вот, брав, супер, меньше сиди, сразу, пам-пам-пам-пам-пам-пам, отлично, Супер, пошире ноги, пошире ноги, пошире ноги, пошире ноги, сейчас, тоже, девочки, сейчас, одно внимание, я уже, чтобы всех потом не поправлять, все делаете хорошо, но следите, так что шатсовечка, чтобы мы могли не стартануть куда-то, и в сторону, и в разное направление движения поменять, Видите, что в руку было все где-то вот вверх. Хорошо. Можно шире разворачиваться. Вот здесь. Супер. Сразу только. Без паузы. Раз. Сразу. Оп. Оп. Браво. Парни, на две ноги сразу приземляемся. Лучше вверх. На две ноги. Хорошо. Хорошо. Супер. Последний раз сделаем. Действительно, это хорошее упражнение. Давайте, ладно. Давайте попробуем тогда все время. Сейчас поворачиваемся все время спиной. Раз. Два. Рядно, да? Тоже самое, только спиной. Если голова закроется, ничего страшного. В следующий раз получится лучше. Поехали. Не-не-не. Вот здесь супер. Супер. Хорошо. Отлично. Вот это так и надо. Еще можно быстрее. Именно не сидеть на асфальте. Можно? Супер. Без подпрыжки. Хорошо, делаешь, но без подпрыжки. Вот здесь, да. Без подпрыжки. Хорошо. Отлично. Упражнение, которое я буду говорить. А дальше друссой, вскрытие. Чтобы мы не стояли. Видите, я делаю много пауз. Так, когда игроки все знают, что за чем идет. Надо выполнять. Минут десять и уже игроки готовы. Вот. Сейчас давайте выпад. Постараться достать пола два-три раза. Встали. Выпад на другую ногу. Постараться достать пола локтем. Встали. Итак, до меня доходим. Потом поднялись, побежали труссой, передали тестофету. Погнали. Не, 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 не. Стоп. Я не так. Я вот так. Сложнее было, чтобы как-то это работало. Тогда вот почувствуйте. Та нога, которая... Ой, нога. Это рука. Рука, которая рядом с ногой. Постараться вот ей потянуть. Тогда все тянется везде. И задняя, и передняя. И все получается нормально. Ну, давайте крутим. Не торопимся. Выпад. Вот здесь супер. Внутрь. 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 Внутрь вперед. Позитивней вперед в будущее. Вот. И заполнить. Хорошо. И все. Здесь труссой. Поехали. Здесь вперед. Хорошо. Вот. Девочки. Сейчас вот это много приятнее. И так чуть-чуть сильнее. Два-три часа. Другая нога. Отлично. Хорошо. Супер. Девочки. Растянутые. Ну, так и должно быть. Но хотя так не должно быть. Должно быть, чтобы все были растянуты. Потому что мы на все должны. Все можно труссой. И мы давайте попробуем тоже. Внутрь. Хорошо. 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 Все ножки прямо старайтесь. Заднюю даже. Которая сзади осталась. Тоже прямо держите. Ровно, но постараться локтем достать. Мы же не можем достать локтем. Если мы так. Нет. Просто бутылки все начинают. Ну да. Это уже как бы техника. Постараться просто локтем достать. И вы почувствуете, как здесь все растягивает. То, что нам нужно. Вот. А? Нет. Больше не надо. Давайте теперь. Это так. Легкое растягивание. Потом мы добавить. Можно еще. Вот это вышагивание. Наклоны. В разные стороны. На то же самое. Легкое вышагивание. Ну просто не хочу повторять. Мы уже и так много этому времени уделили. Но хорошо. Разные виды наших растяжек. Идешь просто. Потянул ногу к этому. В груди. 2-3 шага. Потянул. Снова 2-3 шага. И вот таким вот образом. Все упражнения, что мы делаем для растяжки. Вот это вот все дело. Все мы можем растянуть. И оно компактно и быстро будет. Так. Следующее. На что хочу. Вот. В конце каждой разминки нужно постараться. Ну вот дело динамическое. Разминку. Нужно постараться сделать что-то на максимальной скорости. То есть сейчас. Давайте мы сначала делаем первое упражнение. Ставим ножки вот так. Постараемся как можно чаще менять. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Первая группа тут. Молодец. Можете не знать. Супер. Это стремление. Это очень классно. Давайте. Сейчас задача. У нас задачи нет высоко лететь. Нам нужно как можно чаще и красиво это делать. Окей? Можно, можно начинать. А, стоп, стоп. Я не загнал. По хлопку. По хлопку. По хлопку. Ускорение до меня и там легко останавливаем. Понятно, да? Можно. Шагаем. Все смотрим вперед. Красиво. Руки с ногами. Неплохо. Руки с ногами. Неплохо ну мы. Да-да-да-да-да. Руки с ногами. Отлично. Вперед! Все движение вперед! Все двигает нас! Мы двигаемся только вперед. Хорошо! Руки с ногами! Ох, ты что! Сейчас мы побежим, и нужно будет вот так бежать. Понятно? Все, устали? Давайте еще! и по хлопку? Делаем ускорение! Делаем, делаем, делаем. Всё вперёд, всё движение вперёд, хорошо, здесь хорошо. Я понимаю, у нас сленг везде, можно напутанных языков. Нам нужно головой думать. В баскетболе в первую очередь важнее всего нужно думать головой. По хлопку я раз пять, наверное, или шесть повторил. А вы так сосредоточились на красивом беге, что он нифига не получает. Ну ладно, давайте, вот это упражнение. Как можно чаще, как можно, вот здесь хорошо. Отлично, пошире немножко движение, пошире, и руки его. Хорошо, хорошо, ещё быстрей. Видите, останавливаемся, уже думаем, хлопок это был или крик. Хорошо, можно, девочки, готовись. Хорошо, медленно, помедленнее, помедленнее. Это правильно делаем, широко, всё, вперёд идёт. Да-да-да. Быстрей, 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 оп! Это конечно шуточно звучит, но для тренировок должно быть хороший знак, что люди невнимательные на тренировке. Готовься. Ну и с учетом всех пожеланий, эта компания должна выполнить все просто классно. Начали. Медленно. Медленно. Хорошо. Чуть-чуть ускоряем. Не, полностью руки двигаем, не только вот эти у нас штучки. Да, 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 да. Все, стараемся. Это с нас вперед все будет двигаться. Хорошо. Отлично. Кто-то проспал немножко. Хорошо. Хорошо. Так, теперь для разбинки тоже продолжаем. Так, ты по хлопку ускорение делаем степ. Для того, чтобы нам передвигаться хорошо в защитной стоечке, нам нужно хорошо двигать ногами. Это нужно движение максимально часто. Стоп неправильно. Ты вот с такой стоечкой делаешь хорошо, быстро, но тебе потом стартануть как будто не очень удобно. Постарайтесь думать все время, что тебе всегда нужно куда-то побежать. Сюда, назад, в сторону или вперед. И держите вот сейчас чуть шире плечи, пониже встали. Здесь все расслаблено. Не надо руки. Сейчас работают ноги. Здесь все расслаблено. Одни ноги работают. Здесь все расслаблено. Ух ты! Класс! Браво! 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 Давай, давай! Давай, давай! Поднимай. Вот, вот, чуть пошире стоит. Вот, вот, вот. И поставь на носках. На самих носках. Ничего, получится! Вот, готовились. Можно. Хорошо, хорошо. Учись. Вот, на какой бы пойдет. Здесь супер. Здесь вот носки на меня. Здесь шире стойка, шире стойка, шире стойка. Хорошо. Молодцы. Да, да. Вот хороший вопрос. Естественно, те, кто первый раз делал, может быть... Сейчас, секунду. Тихоньку. Может быть, хочется посмотреть, как там у меня ноги. Ну, можно, конечно, разглянуть, а что такое. Вот так, как мы баскетболисты, должно быть все красиво. Смотрим вперед. Одни ноги работают. И такое движение. Можно? Давай. Можно? Медленно, медленно. Чуть повыше колени. Отлично. Отлично. Расслабьтесь. Здесь не надо никого защищать. Здесь уже расслабиться. Только ноги работают. Хорошо. Супер. Быстрее можно. Можно? Быстрее, да? Здесь хорошо. Быстрее. Выши ноги. Супер. Последнее. Вот повезло, девчонка. Все замечания уже услышали. Теперь пью. Можно? Супер. По шире стойку, по нижней. Отлично. Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. 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 На пятки не ставим. Быстрее. Хорошо. Думаем чуть-чуть. Хорошо. Молодцы. Опять же, это все для тренировок. Нужно думать, что мы делаем. Отлично. Хорошо. И сейчас давайте такие пару упражнений сделаем, которые просто подготовят нас к тренировке. Но это обязательно нужно делать. Пресс спину, знаете, в зале есть. Здесь я не хочу. Могут поцарапать. Вот эти спины. Вот это пресс спину делаем. О, вернее, пресс делаем. Можно делать верхний пресс. Это вот так. Можно делать нижний пресс. Это можно ноги сюда. И прямые ноги. Как можно ниже, чем ниже, тем лучше. Понятно, да? И можно делать средний пресс. Это все вместе. Видите? Вот такие движения. Это я так просто напомнил, что забыл. Вот. После этого давайте планку мы можем все сделать. Давайте 25 секунд планку делаем. Знаете, что такое планка? Да. Самое классное упражнение, да? Да. Для растяжки. Да, да, да. Еще американцы называют милитари пресс. Вот так, смоемся, да? И все делаем ровненько. Ноги на ширине плеч. 30 секунд. Кто выдержит? Давай 25 секунд. Приготовились. Огонь. Все вместе? Да нет. А, так планка у вас общая порядка. Отлично, отлично. Ни у кого ничего не торчит. Дима, ну вот таки. Ничего не висит. Дима, чуть-чуть в другую сторону прогнись. Не, в обратную. О, нет. О, Дима. О, Дима. Тезка, видишь, Сус понимает. Терзал слово. Раз уже все. Так, подожди. Еще 5 секунд. Ну нормально, 30 секунд выдержали. Неплохо. И теперь снова вот такую вот разминку. Я не знаю, пресс сделали. Пресс, спину. Обязательно нужно делать. Всегда. И вот, как его. Упор лежа, упор присед. Выпор. Обязательно тоже делаем. Потому что это тоже развивает все. И выпрыгнуть. Упор лежа, упор присед. Выпрыгнуть. Давай, пару-тройку раз делай. Это все разминает. Все тело эта штука разминает. Легко, красиво выпрыгнуть. Хорошо. На время, на время. Полегче, полегче. Супер. Отлично. Оп. Браво. Отлично, девушки и мальчики. Суперова. И потом еще, опять же, смотрите, на сколько мне внимание уделяю вот этому прыжку, который действительно все. Все. Можно меньше еще? Столько времени. Спасибо. Уделяю этому прыжку. Уделяю. Потому что это все ускоряет наш бросок. Понимаете? Можно бросать. Ой, вернее, прыгать. Как там эти NBA и там все эти дела. Которые выпрыгивают. И за счет прыжка именно, они делают себе дистант. Ну то есть, человек чуть поменьше прыгнул, он выше прыгнул, отклонился и достать уже невозможно. Для нас достаточно просто понимать всегда, что нужно бросать быстрее. Видите, кто-то будет потом поднимать мяч, аккуратно выпрыгивать. А у нас задача. Получил оп. И сразу опа. О! У тебя аплодисменты. Хорошо. Так. Опять же, вот я подвожу, для чего я все делаю, для чего мы все прыгаем. Прыгать нужно очень много. Все, что касается вот этого фитнеса, пилатеса, всем упражнения, которые со своим телом. Потому что вы еще растете, вам не надо эти штанги, все дела. Все, что касается работы со своим свесом своего тела. Все нужно делать. Особенно, я говорю, прыщи, правильный берег и так далее. Так. Сейчас мы потихонечку перейдем к ведению. К ведению мяча. Но перед этим вы растянули. Ну давайте, сведение начнем. Юрий Владимирович, ты готов, да? Сейчас я только перед Игорем хочу сказать два слова по поводу ведения. Вы должны в первую очередь думать, чтобы мяч как можно дольше находился в вашей руке. Как можно дольше был контактов с мячом. И как можно меньше он сам летал, понимаете? Чтобы мы, если ведем мяч, держим сверху и сразу ловим там же внизу. Там же внизу. Чтобы мы могли раз крет уйти. Чтобы мы могли оп, назад уйти. Все время у нас мяч контролируется. В любой момент можно изменить направление и уйти куда. Возьмите мячи, которые вам будет удобно делать. Девочки. Вот, в сетке мячи. Какие у вас будут. Давайте, походим сюда. Не сидяйте. Работите. А вот. Вот, в сетке мячи. Какие вам углы? А? В этом нашу руку. Давайте, наверное, не получится. Давайте, подходим сюда. Не сидяйте. Работите. Сейчас немножечко поработаем на технике ведения и технике передачи мостов. Я просто хочу посмотреть, насколько далеко зашла ваша техника. Сейчас располагайтесь так, что вы меня видели там один за одним, чтобы я вас всех видел. Три чайка впереди меня вот тут, рядом. Давайте, смелее, 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 сюда, еще ближе. Три чайка вот здесь. В одну линию три чайка, так, четыре и там вот так. Нужно что-то? Да, надо. Смотрите. Первое, чтобы вы не забывали. По футболе, есть футболе. Она применяется. Она применяется в тренировке. Она применяется в тренировке. Не выигрывайте. Садимся на ножки. Полузолнечные колени не заводим вперед. Фот не заваливаем. Смотрим вперед. Смотрим вперед. Погнулся, погнулся. Спина нас держит. У нас всегда должно быть зарядка. Не забывайте то, что я говорил. Расслабленные плечи. Расслабленные плечи. Смотрим на меня. Сейчас становимся. Стоим. 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 Кто тебя учил в таком случае? О! Еще чуть-чуть туда. О! Вот. Нормально. Старайтесь так, чтобы... Тоже демон. Как у молодого человека, колени не смотрели в солнце. Если он так будет стоять, вы никуда не уйдете, никуда не выпьете. Носочки, колени смотрят вперед и кресток. Или полусогнутые ножки, мячик перед собой, смотрим вперед, корпус чуть-чуть наклонится, кресток уже вперед. Сейчас делаем вот такое движение. Тяжело на ногах сидеть? Нет. Голову не наклоняем, смотрим, делаем медленно. Уже устала, да? Руку на ногу, уже устала. Идим, смотрим ровненько, я показываю, потом вы делаете. Делаем оборот. Раз, два. Голову не наклоняем вперед, ни в сторону. Смотрим перед собой. Поехали. Нет. Не ведем ни сюда, ни рукой. Сидим, оп, на здесь. Раз, два. Не заводите вот так руки. Не, 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 не. Надо перед собой постоянно, пусть одного движения, мяч перед собой. Давайте так. Я показал, если есть вопросы, спрашивайте. Но вы должны очень сосредоточены быть, потому что многие делают неправильно, языковые, наверное, или не услышали, или не до увидели, что я показывал. Мяч перед собой. Раз. Два. Неправильно. Держим. Мяч. Заводим. Заводим за голову. Вот так, чтобы взяли мяч. Это говорит о том, что у вас не разработана рукой. Заводим за голову. Вы должны мяч перед собой. Раз. Два. Голова ровненько. Тори вперед. Раз. Два. Палку. Стоим. Еще раз. Раз. Два. Мяч перед собой. Мяч не опускайте вниз. Дети делаем оборот вокруг головы. Мяч перед собой. Девочки. На уровне. Два. Поехали. Раз. Два. Молодцы. Сейчас обратную сторону делаем. Делали подручь. А в другую. Поехали. Два. Нет. Не два оборотов. В одну сторону. Другую. Не опускайте мяч на пупок. Держите мяч вниз. Раз. Два. Не наклоняйте голову. Хорошо. Понятно. Примерно поняли, что я ответил? Да? Сейчас сделайте. Десять раз. Два. 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 Поехали. Два. Два. Это один раз. И опускаем мяч. Ниже груди мяч не опускаем. Как вокруг головы. Как руна вокруг земли. Паузу делаем. Паузу делаем. Раз. Два. Пауза перед собой. Голову не наклоняйте. Смотрим на меня все. Согни ноги. Постоянно полусогласно. Согни ноги еще. Считаем. 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 Пауза перед собой. Пауза перед собой. Пауза перед собой. Считаем. Считаем. Основное замечание. Ноги. Наклоняются. Прямые ноги. Начинают делать вот это. Это неправильно. С прямых ног вы никуда не уйдете. Вы что не сможете сделать. Согнули ножки. Корпус прямой чуть-чуть наклоненный. Только ниже чуть-чуть. Мяч перед собой. Сделаем. Пауза. Паузу делаем. Собрать. И что вы делаете? Нет. Вовнутрь. Мяч вовнутрь. Стоит. Два. Пауза. Два. Два. Но получается чуть быстрее. Нет. Паузу делать. И мне нужна пауза. С паузой, но самодвижение быстрее. На меня смотрим. Мяч я контролирую вообще. Только руками его толщить. С наколенником. Вовнутрь мяч идет. Вовнутрь. А ты наружу делаешь, ты отсюда идешь, надо сюда. Ты ножки поуже, не стоишь на прямой ногах. Немножко встряхните ноги. Видите, чуть-чуть дольше делайте упражнение, уже смотрю прямые ноги, пошли наклоняться. Это всеобщая ошибка в этом упражнении. Сейчас делайте то же самое, только неправильно девочки делали, в обратную сторону. Садитесь, смотрим на меня, делаем раз, два, пау. Раз, два, пау. Сидим на ножках, подождите. Сидим на ножках, ноги делают вот это. Вот это, не надо делать. Сядьте на ножки, только корпус посылайте. Не надо вот это, чтобы у вас ноги прыгали. Вы теряете центр тяжести. Если вы потеряете центр тяжести, вы не сможете уйти. Когда у вас центр тяжести посередине, вы можете уйти в эту сторону, можете уйти в эту сторону. Если вы наклонитесь сюда, то вы дальше сюда уже не уйдете, потому что вам надо толкнуться. Понятно? На логике нанесеть, пусть подождите. На логике, седаем, на руку. Седаем, на руку сзади. Не гуляй, колени не гуляй. Наводи руку сзади, да. Да, да, то что ты до этого сейчас. Сели, сели, ниже, ребятки, ниже. Раз, два. Мы выходим на прямые ноги. Сидим, терпим. В обратную сторону делаем. Носки вперёд, они стоят. Носки вперёд. Назад мяч посылай. Возьми в руки, посылай мяч снаружи. Молодцы, достаточно. Сейчас мы скомбинируем все эти три финта вместе. Здесь в первую очередь нужно будет включить голову. Сначала я показываю. Если есть вопросы, задавайте. В третий момент вы себе в голове прокручиваете то, что вы должны делать. Понятно? Упражнение несложное, просто надо его правильно сделать. Садимся также в стоечки. Всё будем работать в одной стоечке. Не-не-не. Все стоим, смотрим. Берём мяч, делаем оборот. Раз. Два. Три. В обороты. Есть? Не-не-не. Ведём. Я просто делаю паузу, чтобы вы видели потом, куда мяч идёт. Он идёт по кругу по спиралью. Раз. Два. Три. Четыре. Идёт по кругу. Голова. Корпус. Потом по ногу. Восьмёрка. Фиксируем здесь уже его. Ещё раз показываю. Я понял, не понял. Делаем. Раз. Пошёл в круг. Два. Да. А можно хоть в спиральку? Да-да-да. Где мяч окажется? В любую сторону. Главное, чтобы мяч спускался по спиралью. Только садимся. Первая. Стоечка. Ножки пошире. Так, чтобы вы возьмёк сейчас могли сделать. И поехали. Раз. Два. Не-не-не. Делайте паузу. Делали виток. Паузу. Паузу. Опять. Попус гуляет. Опять. Ноги начинают снисать. Сядьте. Стоечку. Раз. Два. Поплати мяч вокруг головы. Не надо его туда заводить. Поплати мяч вокруг головы. Раз. Раз. Да-да. Можно не брать. Туда пускай. Туда пускай. Туда пускай. Туда пускай. Туда пускай. Не планируют ничего и спешим. Чтоб вам удобно было. Не выходим на прямые ноги. И стоечки. Берем. Взял. Зах圍高ня. Сто человечеством. Пуп sighted под руками вдобно было бандит按ザ. Пуп auditиваются. За. Как же кости? А ты. Надо пот śmжим ant нижнего дня. � взял местно снис. За силу нападяней. Сейчас делаем вот это упражнение только на 40 Примерно 30 секунд максимальное количество раз Голова, корпус это уже раз Поехали сразу Две руки взяли, это два И не считаем свое количество, о котором мне скажут Понятно? Только не филоньте, не делайте вот это вот там, поб быстрее там Делайте качественно Отдохнули? Сначала стоечка, сели 30 секунд Готовились? Можно? И наклоняем голову Сразу под ногу, читаем, читаем Блин Выходите по ширину Можете по ширину Вот его Блин Или не... Вот это вот А нас есть, на entregа, которые отлично получают Хорошо Делька Вместе Леговить Пять осталось Время Время Сколько? Десять Восемь Кто больше одиннадцать? Ох ты, молодец Вероги Двенадцать Сколько? Двесть 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 В среднем нормально У нас повыше людей Многие, по-моему, раз полосим делали Молодцы, перспектива есть Сейчас это так Были упражнения для координации Моё пожелание Упражнения не сложные Их можно делать в мемоверном количестве Делайте это перед каждой тренировкой Это вас посредоточит Во-первых, вы разомнёте пальцы Рецепторы пальцев Субтитры снять Во-вторых, вы разомнёте плечевой пояс И в-третьих, вы разомнёте свою голову Это самое важное В паскетболе Понятненько? Не ленитесь, сделайте Уделите этому пять минут И для этого достаточно Ясненько Сейчас Мы поработаем над ведением Я сейчас покажу упражнения лёгенько Я просто посмотрю Как у вас ведение Сейчас делаем лёгенько Становимся так же Садимся в стоечку Вот это не разворачиваем Носочки вперёд Полусогнутые колени За носок не заводим Так что вы с этой стоечки могли Вы прыгнуть на бросок Уйти И сделать движение в любую сторону Понятно? Сейчас сделаем так Делаем вот так Делали паузу Так Только не торопивайтесь Делайте паузу Я просто буду смотреть Делайте тксируем Делайте тксируем Он присстал Корqu lugares Включайтесь 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 С парограмм Выключайтесь Глубы Как только Я могу Угравлю Угравлю Вы всегда должны чувствовать При рабочем на plywood Вы всегда должны чувствовать Чувствовать Мяч отвечает вам Вы не можете его ловить, будьте заранее. Вы должны бить и он должен вам отвечать. Как можно сильнее нужно бить. Не до беспредела, но сам факт, что нужно намного сильнее. Вы сейчас как будто играете с мячом. Вы должны контролировать его все время. Сильнее, просто сильнее бейте и тогда вы будете лучше его держать. Поехали, не торопите удар, паузы. Поехали, не торопите удар. Вернись с калорийом приемлеме. Вы уже не можете ударить удар. Вы должны дать удар, вы должны peeled. Хорошо. Вы в калорийом приемлеме, не торопите удар. Я посмотрел следствие В принципе, есть очень много Их Что я сейчас сказал Что я сейчас сказал Вы всегда не отвлекайтесь Очень много недоработок Смотрите медленно Буду показывать Все делают неправильно из-за того, что удар идет Перед защитником Если Я защитник Вот играл с мячом Делает удар перед собой Все Ничего не будет Первое правило Мяч надо всегда укрывать Удар идет сбоку Вот тут Вот это должно работать Понятно? Второе Вы бьете мяч Потом берете его вот так Несете сюда Сделаете удар перед собой Несете опять сюда Пока будете нести этот мяч Драгоценный для вас Его заберут Встали стойку Я показываю медленно Удар Мяч взяли Долготочки Внесли Удар Вот это речечное движение И прячьте мяч Прячьте вот в этой области Вот это движение должно быть Понятно? Несите его на блюдечке Устал Устал Давайте сделайте акцетик Неторопитесь Сделайте Даль Устал Тome Тно 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 Ух, левый, 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 левый. Лиже, ближе к корпусу видеться. Убираем! 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 Более-менее уже будет Начинайте немного уставать Слушаем сюда Ребятки, начинайте уставать Начинайте выпрямлять ноги Начинайте недорабатывать Первое правило По стойке не качайте Второе мяч в боку Третье мяч проводим под животом Здесь у вас защитник не заберет его Резкое движение Ударно Понятно? Молодцы Примерно технику удара я показал Сейчас сделайте вот такое упражнение Садитесь на стойку И делайте вот это вот движение Просто раскачивайте колыбельно Но, подождите, я не знаю Не качайте Мячом не прыгайте Просто сидите на стойке И болтайте Руку ставим Если мяч идет назад Руку ставим Если мяч идет вперед Перед движением Постоянно устанавливаем мяч Расслабьте руку У вас должен плечевой пояс И амплитуда ваша Должна совершенствоваться И расширяться Потому что все зажаты Коротенькие движения Защита будет забирать у вас мячей Сделайте такое длинное движение Расслабьте руку Мне скорость не нужна И вот это работает Через некоторое время Когда вы уже привыкнете к этому движению У вас уже будет вот такая работа Понятно? Сейчас работаю правой рукой Я смотрю Делаю замечание Потом работаем левой рукой Поехали Снимай ногу Торпус не может Броши почти Борит перед собой Никакой ночей стоит На меня Амплит Еще еще За ноги вперед Приехали Назад далеко Прослабьте руку На меня На меня смотрят Открепите голову Давайте левая рука. Поехали. Я знаю, что левая рука, это чужая рука. Молодцы, молодцы. Достаточно. Сейчас делаем то же самое перед собой. Садимся так же стойко, не забывая. Делаем перед собой вот такое движение. Понятно? Корпус не раскачиваем, не ложим. Ровненько сидим, чуть-чуть поворот корпуса. Рука должна у вас ходить по максимальной амплитуте. Поехали. Правая рука. Раскачиваем. Наши колеси, у нас работают. Поехали. Важно. Отлично, все смотрят вперед, да сутки. Хорошо. Важно. Важно. Вот, что... Вадимый, Вадимый, Вадимый. Давайте теперь то, что мы делали с этим свинцем, сейчас делаем на лицевую, где-то по 5 по 6 человек Давайте по 4 человека, так, чтобы вы мешали, там, метра два друг от друга Четверочка одна, станьте, не важно А все равно, девочки, пластики, все равно, все равно, что там, что я не могу Смотрите, идете в эту сторону, до меня Потом заходите до сертифики, рывочек просто идет Сейчас идем, делаем шаги и вот это движение Идем правой рукой до меня, и там рывочек просто едет До середины Там идем отдыхаем, посмотрим Смотрите, делаем раз правой, раз левой Смотрим, подбородок поднимаем Смотрим вперед на меня Понятно? Сели стоечку Начали ведение Не, не, стоили, даже стоили Вот молодые, поехали Поехали, поехали Идем, 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 идем За руку не забываем Вот крылочек за серединку Забываем рывочек Поднимаем Переходим Поехали Поехали работать Пошли вперед Рас pater Руки расслабьте Левая рука Молодцы Молодцы Мяси контролируй Живот Поехали Актикуду Не забываем Прослайте руку Работа Поехали 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 Молодцы Молодцы Работа Работа Молодцы В принципе не плохо Только Замечание Вы Поехали 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 Вся Похали Вся Сейчас Работа 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 Вперед, вперед идем Вперед 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 Доводим, доводим, доводим уручную Смотрите, пока тренировка идет, будет получаться Смотрите, все идеи классно будет Смотрите, только наверх смотрите Номер семь, отлично Поехали Хорошо, можно посмотреть на мяч Потом уже перебрадывали, смотрим вперед Ростов хорошо Смотрите, все убивали Давай, давай, шагай, шагай Какие ставят палкой, я хорошо Садись, за ножки садись Понятно Да, да, да В любых рендарях, в любых завтра я не буду Сейчас делаем на месте Сначала, говорю, хлопок Делаем рвочек, меняем руку Делаем два пивода перед собой, два сорок Смотрите, а за рулем, вот Раз, два Вот это работает Понятно? Ты что, не забоешь, два? А, вот это будет два С рулем у меня лучше получится Вот дорога, вот все же дорога, видишь Огонь Хлопочек, делаем рвочек до меня Там Логинка добегает Поехали Сели на ножки Хейк энтузиазм, ребята Делаем, делаем, делаем Обманываем тренера, как будто нам есть Это интересно Вот Комфорт расходится назад Не, не, заводим Заводим, заводим, нам два Делаем, делаем Делаем, делаем У тебя сильнее А вот Поехали 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 О, тут уже кров Эй, на меня, отворец Не воспринимайся На меня Ты будешь со мной Если вы решаете, то нет, то лучше мы смогли Домерку Если мяч вылетает, значит хорошо Значит стараетесь сложнее для себя Пьем партнера Поехала работа Левая, слава Сейчас еще пограем и ногу забросаем Потому что надоело Хорошо Если получается смотреть вперед, то смотрим вперед Если не получается, то смотрим на мяч Вот, двор до серединки Давай поменяем ручку Левая, чужая, я знаю Сейчас посмотрим Уже скромничает Ножки ровненько поставьте Четыре счета Раз-два Раз-два Перед собой два Четыре счета Раз-два Перед собой два Раз-два 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 Давай с нами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодцы. И еще немножко продолжим. Ты хлопал? Да. Красава. Вот это культура, молодец. Человек отработал, пусть и с удовольствием отработал, но ты оценил, молодец. Так и всем, не стесняться. Ничего здесь не будет страшного. Сейчас один момент заметил. Давайте вот на митцевую встаньте. Давайте вот два человека любых. Давайте вы и вот. О, давай. Задача поставить на полной скорости довести до той трехочковой линии и вернуться обратно. Нужно просто на полной скорости мы посмотрим, как вы ведете мяч. Я просто заметил момент, в который вы сами себя останавливали. Ну давайте, нужно постараться на скорости до трехочковой и обратно, потому что до лицевой вы не добежите. Не важно, на скорость. На скорость. На скорость. Молодец. Генерал, смотрите. Я обещаю тебя останавливать. Для того, чтобы... Сейчас девочки, вот те, кто смотрели, молодцы. Вы и... кто? Вы стараетесь теперь. У вас задача такая. Добежим. Хорошо. Задача такая. Самое главное. Не бейте мяч возле себя. Все позади. Вам нужно на полной скорости туда добежать. Вы делаете мяч вперед и вы догоняете. Главная задача. Главная задача. Не тормозим себя. Стараемся все время двигать себя вперед. Хорошо. Хорошо. Что не страшно. Что не страшно. Отлично. Вперед. Вперед толкаем. Спасибо. Неважно, кто бежал, кто понимаете, что здесь ведешь мяч, во-первых, ты борешься там что-то с ним. Я вот увидел, как они двигаются. И заметно, что этот момент вас немножко замедляет. Ну и что за баскетбол, без игры. Давайте немножко упражнение одно сделаем. Давайте шесть там и шесть с этой стороны. Ребят, смотрите, пусть надо посередине и больше. Мальчики здесь все. Да. И две девушки. О-о-о-о-о! Так! Мы тащим команду. Что там, кто-то? Да, это так? Давай-ка-ка! Давай-ка-ка! Давай-ка раз, давай-ка! Мы вдвоем. Мы вдвоем. Делитесь. Так! И здесь... Ух ты! Да! Ну, девушка. Да не, ну что вы? Давай-ка вот с этим. Мьюзик будет. Мьюзик рейкер и вот обидаски. Сейчас задача. Будут поиграть в мастерство, правильно? Чего-то неинтересно тренироваться. Сейчас мы делаем стрельбы. По сигналу начинаем бежать. Вы стартуете и стараетесь забежать за два снятия. Я вас держу так. Я вас держу, мы продвигаемся. По моему сигналу отпускаете и нужно постараться запустить. Окей? Понятно? Понятно, нет? А мяч попал? Нет, нет, мяч попал. Сейчас правильно внимание. Максимально постараться задержать человека. Пусть он старается, убирается. Сейчас секунду, понятно? На, короче. Тут наша задача. Не работаем. Мы когда-то это делали, вы друг за другом вот так сбежали. Человек работает, а вы попускаете немножко. Но это другая. Это работа, но другая. Максимально крепко. Продвигаемся, продвигаемся. Я делаю хлопок. Свисток где-то забыл. Ну давайте вот тут два бойца. Можно вот это, подвздошный. Вот. Свисток выбивай, выбивай. Хорошо. Холл. Свисток пробивается, но потом завтра. Хорошо. Хорошо. Держи, держи, держи. О! Остань, достань. Хорошо. Отлично. Сейчас, ребят, все, делаем это упражнение. Задача цель сделать на скорости. Не задача вот здесь прийти. Остановиться и всякие вытягивания там и как-то забить. Задача тебя отпустили, ты стал бежать еще быстрее и забить два очка из-под кольца. Ну и защитников постараться опять же. Вот эти чудеса постарайтесь с самого начала убрать, когда вы придумывали. Постарайтесь убрать все эти моменты, когда вы хватаетесь за руку. Когда вы игрок бросаете, вы стараетесь бьетесь в руках. Старайтесь с самого начала достать мячами на этом. Не палите ни о каких технических, это все ерунда. Технический, тактический, просто знаете, вот меня точно. Я раз запалил, все нормально, я уже не зашел. Это уход от вашей защиты. Вы просто ленитесь, вы не хотите защищаться. А вы думаете, что вы слишком умные и раз запалил, все, я классно. Надо постараться. Он одолеет тебя. Нужно на первый раз не допрыгнуть, на второй раз поближе. На сотый раз взять и накрыть не. Понимаете? Вот я тоже некоторые моменты вижу, что щитак просто дал. О, и все. Ну поехали. Оп! Ускорение, ускорение, ускорение. Защита хорошо. Постараться накрыть, хорошо защиталась. Давай, стыд, стыд. Можешь? Молодец. Расковь, расковь вперед. Ускорение. Хорошо. Без мала. Ускорение. Можно? Оп. Движение. Эй, бозы есть! Улимай, должны перипониать мяч. Да. Улимай, все. Да, все. Ты любые руки. Выберите, пожалуйста. Они прияты. Ваш семинар и мастер-класс Вот номер семь. Обыгрывает мяч и тут защита Проще перевести и укрыть мяч корпусом и левой руковьей Защита играем один на один Только вот небольшим вот этим вот вольтам Я не знаю. Ухожи А так играть по баскетбольному Все, молодец. Перевел отлично Хорошо Можно, можно, можно Хорошо Хорошо Можно, можно, можно Оп В скорости вперед Хорошо Вот здесь сейчас хорошо Проверяем как Убрать мяч В левую руку Завершаем, завершаем Это уже не то, конечно Отличная защита Давай, бойцы, поехали Оп 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 Левая Отлично Чуть медленно Защита супер Хорошо Давай, бойцы, поехали Оп 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 Хорошо Обыграем вперед на скорости Отлично Отлично Хороший Хороший Дет Хорошо Лежи Хорошо Лежи Лежи Оп И на скорости Уйти, уйти, вперед Ничего Вот так на тренировке так и должно быть Чем быстрее, тем тяжелее Да Ох Можно Оп 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 Защита Отлично Достать Достать блокшот Хорошо Можно Оп Хорошо Вот левая сработала Отлично Номер 7 Супер Супер Можно Потом получится Оп Убрал мяч Молодец Не надо бросать Нужно обограть на скорости Хорошо Тоже может быть Неплохо Поехали Подожди команду друг Останавливайся Давайте еще пару раз Можно Хорошо Ничего 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 Нормально Последний раз Отлично Отлично Зачем каракуи Все супер Хорошо Давайте Давайте Сюда Поближе Подходим Здесь 6 человек С мячами У каждого мяч Пиздейший Мы уже заканчиваем Останавливаемся Надоедаем Ну давайте Сейчас сделаем Упражнение Которое Которое Я так думаю Можно сделать И движение При этом упражнении На полях На полях Давайте Здесь колонна стоит Вот так И там Хорошо Сейчас играем Первый без мяча И сейчас у нас задача Нет Первый без мяча Только в одной Сейчас нам нужно получить мяч Пинт на бросок Уйти в лицевую Я считаю В лицевую Пинт Туда Туда С два И из-под кольца Хорошо Окей Так Сейчас получите его Вот Дело в том Что мы так и будем работать Смотри Я тебе отдаю Передачу встал Оу Оу Ловим Ловим Ну как Как это перехватить Это слабый Паш Дай нормально Чтоб не перехватили Ну вот Я тебе даю нормально Все Получаешь мяч Удар Раз Два Хорошо 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 И соответственно Мы вот так вот Ручейком идем Да Да Ручейком идем Никуда не торопимся А я куда полю иду? Ну же самое буду делать А Все Я понял Да? Окей Давай Можно? Можно? Хорошо Хорошо Одного удара достаточно Все Продолжаем Оп Одного удара достаточно То все потерят Лишний удар То все потерят По кругу Атаковала Справа Идешь Ил Beweg Это не потому что Я такой большой А потом Это не потому что Я такой большой А у меня получится Одного удара А потому что Пожалуйста Тебя Паш Смотрю Милой Вот Никто там не слабее Это просто, ты уходишь и с этим шагом одновременно нужно постараться сделать удар. Не сюда удар, а потом разгонять себя. А этой ногой получаем мяч, этой ногой укрываем. И одновременно бьем мяч и забиваем прямо из-под конца. Спасибо. Ну, два очка забью. Отлично. Ну-ка, забить надо, обязательно забить. Пробежка. Хорошо, постараться без пробежки. Отлично. Сука. Сейчас, видите, что... Вы какое-то время занимаетесь в баскетболом? Мяч получит. Можно постараться, вот здесь получит пять, чтобы не было пробежки. Все, и сложно с одной стороны, и просто с другой стороны. Нужно вместе с ногой сделать удар. Там вы уже подкорректируете. Либо вы сюда удар от защитника будете делать, либо вы здесь немножко укроете. Но все равно это должно быть по-любому движение вперед, а не на месте. Получает мяч с ударом. Раз. А, не, 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 нет. Вот, поехали. Вот, и все. А там вы рассядочки. Смотрите, пацаном кольцом. Так что, чтобы рассядки. Можно. Не знаю, какие-то ошибочки. Пошага делаем. Дай там пошага. Бегом идите туда, меня не слав все время. И вот Игорь расскажет, как правильно надеть. Здесь продолжаем. Давай, давай, продолжаем. Оп. Оп. Отвели. Куда, куда, стой. У тебя. 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 Оп. 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 Раз-два. Супер. Красава. Оп. Раз-два. Раз-два. Вот так. Да зачем? Супер. Хорошо. Хорошо. Не суетитесь. Получите мяч. Три. Правильно. И второй. Чтобы вы понимали. Ти мячик тут. Вы себе даете мяч сюда попал. Влево, вправо, на ближнего. На дальнюю, на голову. Всегда у игрока без мяча есть защитник. Вот я стою. Вот только у этого была передача. Идет передача у меня. Куда. Они избраны. Гроб должен получить мяч. И чуть-чуть повысил эту руку назад. Знаете, говорили вам? Говорили вам? Смотрите. Вот защитник. Вы как открываете? Вы так же открываете. Вы открываете сюда. Вот. Получаете. Лап высагивает. Опорная нога. Опорная нога. Ближе к защитнику. Вы получили. Он идет на лап. Потап. Подальше от защитника. Воображаем его. Давай. Пробуем дальше. Пробуем. Пробуем. Хорошо. Это что такое? Это новое упражнение. Мы не договаривались. Давай. Оп. Нет. Одна нога. Одного удара. Ребята, я вас даже заставляю, чтобы вы правильно делали просто одним ударом. Не так, как вы хотите. Одним ударом все получится. Раз. Не мало лишних. Попробуем. Да. Подальше. Оп. Вперед. Вот и все. Отвыдь. Оп. Раз. Браво. Все. Вперед. Пасик. Вперед. 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 Вперед другой. Надо же там коксуеть. Вперед не обращен. Отвыдь. Хорошо. Двойной шаг мы научимся делать. Сейчас мы так раз все будет. Так. Сейчас нам нужно сделать одно движение. Финт в одну сторону. Открыться. Получить мяч. И бросок в прыжке. Получить мяч. Нужно остановиться на две ноги. Вот тут двух метров. Сейчас я чуть быстрее. И вы мне даете мяч хорошо. Я делаю финт в одну. Получаю мяч. Финт в одну. Получаю мяч. Просто. Слесно. Загидал. Одна из таких типичных ошибок. Нельзя делать 10 шагов для того чтобы сменить сопротивление. Должно пойти сюда. Сделать один шаг. Ну это я утрированно говорю. Он такой тупой. Должно мягкий шаг сделать. Зарядить себя. И уйти в эту сторону. Мяк-мяк. Остановочка. Хорошо. Уп, ну ты. Останавливайся. Ой, ух ты. Ой, дерь, что за да. Держи, держи. Держи. Слесный, да. Давай, 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 давай. Останавливайся. Теперь то же самое. Тоже последний шаг, только одна нога. Раз. Тьфу. Так. Раз. Тьфу. Тьфу, тьфу. Вот, хорошо! Браво! Ну что, бросаем, бросаем! Так, все бросает! Да-да-да! Хорошо! Сразу клин! Сразу клин пошел! Меняем колонок! Все, и пошла работа! Хорошо! Хороший клин делаем! Давай, давай! Оп! Хорошо! Плохо! Бросок со среднего лучше получается! Молодцы! Стой, 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 стой! Что ж ты меня сейчас дарит? Конечно! Вот вы пришли на просмотр профессионального команды! Я вам говорю! Нужно сделать, получаясь, средний добитет! Это что у вас пришли? Если начал это сидеть, я думаю, что нет! Тренер дает задачу, он делает что-то другое! Ну как нужно? Я потом тебе скажу! Держи восьмого номера, ты возьмешь там тридцать пятого! И как мы будем так делать? Остановка! Поехали! Одним движением! Оп! Хорошо! Супер! Остановка! Браво! Хорошо! Оп! Хорошо! Хорошо! Не падает, не падает! Еще один молодец! Отличный момент! Дай мяч сюда! У вас никто не затыкал! Это правильно, конечно, что затыкал! Но зачем ты будешь начитать, если видишь, что тебе некому давать мяч? У вас должен быть визуальный контакт с тем, кому ты будешь... Отвернись, пожалуйста, с мячом! Ты сейчас будешь делать? Открываться под мячом! У тебя партнер смотрит, он там борется с мячом! Я не знаю, тебе защитники не знают! Давай, открывайся! Получил мяч? Понимаешь? Вот я говорю! Это тоже один из важных взаимодействий команды! Зачем что-то делать, если ты визуально не видишь, что готов контактировать пасу с мячом! Огонь! Оп! Хорошо! Молодец! Хорошо! Хорошо! Ну даём, куда познаём? Это же какой-то танец был каких-то индейцев, я не знаю! Один шаг! Один шаг! Вот и всё! Оп! Браво! Вот это классический досок! Хорошо! Хорошо! Опять смотрим, смотрим, можно ли делать! На партнёра! Никуда не смотрим, только на партнёра смотрим! Отличное движение! Опять видите кто-то? Да! Опять! Вы понимаете, когда ситуация в игре меняется, а вы не понимаете, что происходит. Ладно, что вы сами цените, оценивайте либо, должно. Но со стороны тренинг такой и нужен, чтобы вам всегда подсказывать. Я говорю стоп, 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 стоп. Но не должно быть так. Сейчас то же самое, вот то, что вам предложил товарищ. Пин, пас, пас. Удар и отор. Пин. Да, пин. Хорошо, вот это хорошо сделано. Хорошо, укрываем мяч, перед собой не бьем. Внимательно посмотрите, куда мы идем, куда стоп, пас. Хорошо. Не играетесь ночем, владеете и... Сейчас, секунду. Вот сейчас тут два парня сделали, два парня играются. Готовы, да? Пин, пас. И тут для того, чтобы ты нормально выпрыгнул или бросил, нужно сделать хороший удар. Чтоб он мяч ответил тебе. Удар и тут уже у тебя мяч, правильно? Давайте пробуйте. Так, еще одно замечание. Удар, которые идут по правой стороне. Все делают... Делают пин. Получаем мяч. Делают удары правой рукой, Делают удар правой рукой. Делают удар правой рукой. А вот это вот это вот это вот. Здесь делают... Четыре человека с нагряд прошли, здесь четыре взяли правой рукой. Вы должны представлять, где защитник. Если вы делаете пинт, получаете, что вы делаете левой рукой, дальней от защитника. А вы делаете пинт, получаете и делаете правую. Это неправильно. Вы всегда должны представлять защитника, какой он левый. Значит, вы закрываете и идете правой. Если он справа у вас, вы ведете левую руку. Не привыкайте машинально водить на правую руку. Левая, правая, левая, правая. Но всегда дальней от защитника. Давай, поехали. Так, реально. Левый, молодец, молодец. Хорошо, открывай, открывай. Отлично. Браво. Я здесь. Хорошо. Защитник, топ. Молодец, отлично. Хорошо. Отлично. Вы так кружите, что я не успеваю. Алло. Хорошо, есть. Стоп, стоп, стоп. Молодец. Алина. А ты в этом нас не услышал. Сори. Так, теперь давайте еще последнее движение, чтобы что-то на завтра осталось, а потом мы тут доиграемся. Финт в эту сторону. Пас широко, да? Сейчас задача у нас одна. Получение мяча, практически двигаясь спиной, мы так открываемся. Нам нужно приземлиться, самое главное, в нашу бросковую стойку. Всегда, если я правша, эти ноги должны стоять приблизительно вот так, да? Одна на линии, да? Мы уже говорили, учили, что передняя, чуть впереди. Не должно быть такой стойки, не должно быть такой стойки. Вот сейчас наша задача, только смотрим на ноги. Куда мы бросать будем, не важно. Главное, чтобы мы встали, как всегда, как штрафной бросаем. Встали и потом бросаем. Хорош. Вот, хорошо, чуть чуть. Хорош. Встал, стоп, стоп, стоп. Да, да. Встал, стоп, стоп, стоп. Осторожно. Давай сделай ещё раз, сделай ещё раз. Отдай мяч. Спас. Неплохо. Отлично! На партнера смотрим? Я даже на ноги на твои не смотрел Потому что ты на меня смотришь, а не на мяч Поехали! Открываемся Хорошо, неплохо Не валимся, только еще стойку Поувереннее стойку бьем Оп! Чуть-чуть пробежка, конечно Неправильно стойка Две ноги вот так Хорошо Сейчас Ребят Это больше? Сейчас, секунду Это больше, наверное Ну вы же тоже не глупые, наверное Я сейчас говорю, главное Главное у нас должна быть стойка Но мы все равно все внимание У нас там нужно в кольцо бросить Вот так Вот сейчас Один ногу подянул Вот так бросим Понимаете? Мы же не придем к стабильности никогда Если мы с любой ситуацией Я выхожу так Раз-раз я в броске Как бы я не шел Я все равно должен повернуться в любую позицию Чтобы я был готов к броску Как обычно Как стабильно Как комфортно Окей Ну давай попробуем Хорошо Вот следим по правилам Ножки немножко Главное думает голова Это очень важно Ничего-ничего-ничего Хорошо Ты как всегда бросаешь Нормально Оп! Супер! Хороший пас Молодец Пас Хорошо Не суетитесь Не суетитесь Не суетитесь Он отправится Оп! Твоечка Отлично Тут вообще классика Супер Хорошо Только ноги смотришь Остановочка Хорошо Хорошо Куда ты падаешь Не падаешь Хорошо Оп! Подобрали Хорошо Все Хорошо Не, не пугай Я что-то Я скинул громко Давайте сюда Давайте сюда Вот те кто забивает Да и все Сейчас мы заканчиваем Потому что еще две тренировки есть у нас Завтра и послезавтра Сейчас Да Мы на этом закончим Видите Всегда сложно нагрузить Но вот таких тренировок Когда много разговаривают Когда тренера вам делают Интенсивную тренировку Когда вы знаете упражнения Не, это тоже не тактично Когда разговаривают То есть сейчас Везде культура должна быть Я имею в виду Когда вы знаете упражнения Когда они один за одним идут Когда тренера знают Какие паузы делать Тогда получается И нагрузка И интенсивность И все такое Но Без вот этих вот мелочей Классное отведение Правильная остановка Всегда Ты должен бросать С одинаковой позиции Чтобы у тебя была стабильность Потом Когда будет у вас стабильность Вы найдете свои чудеса В броске Когда будете отклоняться Когда будете с одной ноги Браться И так далее Ну вот это нужно Пока сейчас Как вы это заложите Это будет бомба И от меня После этой тренировки Прыгайте как можно больше Как можно делать скакалок Ну скакалки я не делал Ну что скакалку Вот так можно Вот так можно Вот так можно Там перескоки всякие Так что вы это придумаете В ютюбе посмотрите А вот такие Остальные движения Но идея такова Вам важно Работать физично В своих физическом состоянии Я не говорю что оно плохое Или хорошее Я просто говорю что над этим Надо все время работать И это бесконечно Можно улучшать С вашим весом Вам нельзя работать еще Со штангами Там с отягощением И так далее Это один момент Прыжки И то что от меня И второй момент Обратите внимание На ведение Ой на ведение Это Игорь скажешь Сорри Ну наверное про прыжки Я хотел сказать И только про концентрат Вот собрано Вы понимаете Как бы это На примере На каком это все показать Тут сейчас Не хочу ни о ком Ничего говорить Но если вы Вот именно изнутри Вы не желаете От тренировки Что-то получить То тогда как бы Вы не работали Как бы вы не пыхтели Но если у вас там Оно может Может быть Неохота Что-то Внутри вы не хотите Поверьте Это сто процентов С каждой тренировкой Вы становитесь сильнее Вы сегодня отжались 10 раз Завтра 10 раз Это уже 20 За месяц Там тысячи раз И вы станете сильнее По любому Если вы не верите То поверьте мне Мы только тренировками Мы стали такими Какими до сих пор еще бегаем И только тренировки Смотрите Вот как эти ребята Все росли Мы приблизительно одинаковы И талантов у меня было Намного меньше Чем там Сейчас у ребят Которые вот вы Потому что у вас много возможностей Вы многое можете видеть Многое можете учиться Я имею ввиду Опять же тот интернет Ну и тренера конечно Никуда не денешься Они были и у меня и у вас Вот Но вот второе моё послание Первое это Прыгать человек можно больше С вашим весом занимать Отжимайтесь пресс Все эти дела Спина Это можно делать Без запасения Какой-либо травмы И конечно Нужно верить в то Что ты станешь сильнее И это что И я тоже это могу подтвердить Что станешь Каждой тренировкой сильнее Сейчас не была тренировка Сейчас был просто разговор Немножко тренировка Для головы Ты говоришь Ну мне Я тоже скажу пару слов Я К сожалению не всех увидел По поводу техники Ведения мяча Те ребята Которые со мной работали Мы сделали Копли Простых упражнений Простейших Так Базовых И Вы сами увидели Ну На каком примерно Уровне у вас техника Потому что Не забывайте Эти простые упражнения Работайте Если завтра Я успею Я еще Покажу комплекс упражнений По поведению И по передаче И тогда у вас будет Какой-то Базовый комплекс В котором Вы будете работать Там Тренера посмотрят Если им это нужно будет Они будут напоминать вам В общем Неплохо поработали Но Одно но Не хватает Концентрации Посмотрели Там Ворона пролетела Оп на ворону Там тренер рассказывает Что-то Раз на ворону Мальчики Смотрят Красивая девочка Прошла Оп на нее Забыли Из-за тренера И Не хватает концентрации Если тренер говорит Вы Образно говоря Должны заглядывать ему в рот И то что он говорит Вы должны делать Безукоризненно Если он сказал Один раз Сели на ножки И не встаем Вы должны это сделать Можете Не можете Вы должны заставить себя Только своей работой И усилием Своим И вот Терпением Вы достигнете чего-то В баскетболе Дмитрий Венич не даст Собрать Чтобы стать баскетболистом Надо очень Хорошим баскетболистом Надо очень много работать Таланты К сожалению Не у всех талант есть Если бы был талант То это было бы пол дела В принципе Большинство людей Ну большинство Будущих игроков Баскетболистов Баскетболистов Это Люди Которые приходят В баскетбол Чтобы себя попробовать И они начинают учиться Начинают Постигать Азы баскетбола И если это все Не начать И не Скажем так Закрепить В вашем возрасте В этом То Потом Когда вы будете Уже более взрослее Это практически Будет невозможно Исправить Это я знаю по себе Когда меня тренер учил Водить правой рукой Он говорил Води левой Я попробовал Левой А мяч Куда-то Ускакал Я думаю Я буду только правой Водить В пятой точке Боком Передал И когда я пришел в команду мастеров Опытный игрок Посмотрел что я вожу только правой рукой Он мне закрыл правую И сделал из меня Мартыжку Потому что левой рукой я к сожалению Не мог работать Это уже в команде мастеров я был И мне пришлось по 4-6 часов в день Отрабатывать левую руку Но это очень тяжело И мой совет вам Вот с этого возраста Начинайте работать Правой рукой Левой рукой Чтобы это у вас были Одноименные руки И тогда В баскетболе В игре У вас не будет Защитников Соперников для вас Защитник не будет знать В какую вам сторону открыть Что с вами сделать И чтобы вы не прошли Работайте и концентрируйтесь 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 На каждом упражнении На каждом теньке То что тренинг-тренера От вас требует Вы должны понимать Это буквально Сказали вы Ножки сели Ручка так Мяч и среди собой Все Делайте так Можете Не можете Заставляйте себя Только усилиями И портом И очень большим объемом работы Вы сможете Достигнуть Каких-то высот в баскетболе По поводу упорства Тех кто тренера Наверно знают А может быть и игроки знают В этой работе Знаете Ярослава Зубритского Такого Который играет Сейчас тренер сборной Украины Играл в Львовской политехнике Не знаете Сам со Львова парень Так вот Ладно Если не знаете То не знаете Но Играл он И за сборную Немножко Но Ребята Он пришел В девятнадцать или восемнадцать лет В БКК А мы уже там играли Смешно было смотреть на человека Он вот эти На координацию движения делал Так же как и вы Даже хуже Потому что ему уже девятнадцать лет было Но Я к чему говорю Вот о чему я говорил Упорство и труд Чик 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 Вот и все Так Наши руководители Организаторы этого мероприятия Мы завтра встречаемся Когда Десять тридцать Десять тридцать Завтра что нибудь еще Почурим Давайте Давайте Ну давайте Давайте На фоне кольца Ну давайте Давайте На фоне На вид поставить Кто его Candidate Давай Сюда Давай Повадим Prem Кучнее, чтобы только всех увидело было. Чтобы маленький был. Кучнее, кучнее, кучнее. Кучнее подойдут. Куда? Кучнее, кучнее, кучнее. Кучнее, кучнее. Кучнее, кучнее. Да, да. Давайте. Можете сюда подать? Можете присесть? Присели. Вы можете встать, мальчик. Не присядьте. О, и будет вообще отлично. И чуть-чуть ближе пройдите. Девочки, которые сзади пониже, подойдите к мальчикам в линию. Возьми. 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 Да, смешно. Возьми. 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 Кто не будет там скажите, или честь сыр, я не знаю. Возьми. 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 Сегодня мы в детском лагере, в детском бакетболном лагере провели мастер-класс с игроками, с девочками, с мальчиками. Мастер-класс по технике сведения мяча, мастер-класс по передаче, по правильному бегу, чтобы, ну, этот мастер-класс больше для тренеров, чтобы они что-то для себя сделали какие-то замечания, что-то для себя новое увидели. Ну, и для будущих баскетболистов, чтобы они могли не делать в своем возрасте ошибки, а учиться правильно бегать, правильно водить мяч, правильно передавать мяч, правильно бросать. Идет, да, уже? Да. На самом деле, получаю всегда огромное удовольствие от работы с такой компанией, с тинейджерами, вот, 10-15 лет, и смотришь на глаза людей, они молодые, все впереди, это просто бомба. То, что как они готовы, это, ну, другой вопрос. Мне кажется, что ребята, с которыми я работал, сейчас был возраст, я думаю, 12-13 лет, ну, должны им иметь что-то немножко больше. И физическая подготовленность должна быть тоже немножко лучше. Как мне кажется, может быть, потому, что я, ну, вот, совсем недавно работал с американскими детьми такого же возраста, и видел, что можно быть сильнее в этом возрасте. И тут дело не в национальности, дело не в месте проживания. Здесь просто нужно всем понимать, что можно этим детям давать нагрузки немножко больше, чем они есть сейчас. И особенно, вот я говорил, то, что касается работы со собственным весом, это можно делать в любом возрасте. Так что вот такие впечатления, не знаю, мне очень понравилось. Я доволен и очень позитивно чувствую отдачу этих ребят. Это очень важно для тренера, для любого человека, который работает с публикой. Сегодня проводился семинар в всем городе, мне очень понравилось, потому что тут, по-перше, было двое известных тренеров, которые играли, и они нам показали много чего интересного, мне очень понравилось, потому что я получила много новых навыков. Поэтому это будет первое тренование, завтра также будет тренование с этими людьми, поэтому, в целом, мне очень понравилось. Была очень интересная тренера, нам все понравилось, мы много чего нового узнали, и нам это пригодится в дальнейшем игре. Мне тренование уже понравилось, я желаю вам, чтобы у вас есть, полезного для себя, одним словом, супер.